Насилие для многих семей по-прежнему остается нормой. В России ежегодно от рук партнеров погибает 14 тысяч женщин. Куда обращаться, если вы или ваши близкие оказались в непростой ситуации, расскажет Вера Фефелова. Теперь эти дети могут сладко спать в уютной кровати. Еще недавно таких комфортных условий у них не было. Грела их только бабушкина любовь. Снимала квартиру с маленькими ребятишками. Мама очень далеко оказалась от нас. А потом случается так, что хозяйка подходит и говорит, что продала квартиру. И для переезда дала три дня. В такой короткий срок Татьяна не знала, куда податься. На руках двое внуков. Все руки и ноги дрожат от этого от волнения. Я просто думала, куда идти? Никого нет. Никто никому не нужен с двумя маленькими детками. К счастью, ей подсказали. Идти необходимо в кризисное отделение для женщин. Здесь помогают слабому полу в сложной жизненной ситуации. Девушки сбегают от агрессивных мужей, прячутся от детей-алкоголиков. Женщина просто попросилась выспаться. Было такое желание. Говорят, просто прийти и спокойно поспать. Спать и не бояться, что тебя могут подойти, стукнуть, толкнуть, пнуть, оскорбить. Сюда приходят и посреди ночи. Дежурные всегда на посту. Приютить женщин могут до трех месяцев. Этого хватает для решения проблем. Сотрудники помогают сохранить семью. Но это не всегда возможно. Для каких-то женщин лучший выход – это развод. Помогаем в бракоразводном процессе. Ой, молодец. Наталья с сыном в кризисном отделении уже больше месяца. Попали сюда по той же причине. Нет где жить. С работы подсказали. Можно сюда прийти и пока временно пожить. Зарплаты санитарки не хватает на все расходы. Ребенку помогли одежда. И психолог несколько раз в неделю проводит занятия. Женщины признаются – здесь они чувствуют себя спокойно. Поддержка, любовь, тепло и элементарный комфорт. Этого не хватало им в жизни. Здесь они становятся буквально одной семьей и продолжают общаться и после переезда. Я бы пожелала, знаете, что нашему городу, чтобы побольше таких центров было. Для женщин это необходимо. Я могу сказать по своей дочери, сколько он над ней искалился, ей некуда просто было уйти. Нам просто некуда было уйти. Если вам и вашим близким нужна помощь, не молчите. Обращайтесь в центр «Семья» по адресу Коммунистический 5 и по телефонам, которые вы видите на экране. Вера Фефилова, Михаил Чеканов, Новости Плюс.